Так, всё. Это всё из дома? Да, принтер. А микроволновка моя тут у нас? Это как? На микроволновку? Нет, нет. Это таксист удивился, что я приехала куда-то со своей микроволновкой. Здорово, сейчас будет интервью. Андрей, можешь сесть, чтобы было с ним? Я могу сесть, если нужно сработать. Если будет, от подключателя не назначить? Нет. Если будет, я когда-то уже не подключу. Да. А пока, да. Сейчас будем на сторону. В сторону, да? Что, я готов? Да, начинаем. А если чай будет в кадре? Нормально, бывает. Сейчас, это буквально пару минут. Еще раз. С основным студентом. Ага. Поэтому, мы говорим, что это инфекция. Движимость будет в марте, всё это не будет. А в марте нельзя? Да, поэтому я в марте. Не материться, а не в политике. Не обсуждаем политику? Да. Кому это вообще надо? Ну, ладно. Вдруг мы как на политическом дом шоу. Студенты не обсуждают политику. Вообще, что же студенты? Им недостаточно образован. Ну, в общем, какие-то парады. В целом. Ну, так, видите. Да. Разговор больше про подкасты, неже про полноценный. То есть, тоже может быть после скидов. А. Да. То есть, какой файл разговор? Я расскажу подписчикам, это КСУ. РГУ Косыгина. РГУ Косыгина. Это Андрей. Все верно. Да, это Роман. Если вы этого не знаете. Да. Я тоже профессиональный стендар, я немножко занимаюсь стендаром, делаю РКВ, организованный проект у нас по неделе, учусь на артиллерии, как вы думаете, сегодня строить его средства, как раз, как вы говорите, Косыгин. И Косыгин. Косыгин практически здесь, есть автомат. Косыгин. 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 В целом. Все, да? Да. Все, я там отчетов. Я потом вот так. Вы все страшны? Да. Типа удобно. 5, 4, 3, 2, 1 Всем привет, друзья. Здравствуйте. Просто, если кто-то нас не только слушает, но еще и смотрит. Меня зовут Андрей Блатков. Это студенческая лига стендап. Рубрика «Хак не комика», в которой мы пытаемся узнать у людей, которые занимаются комедией, имеют определенный опыт в этой деятельности, их секреты, их вкус. В общем, подчеркнуть немного опыта из их жизни. Сегодня у нас в гостях Роман Тлетяков. Привет. Здорово. Как дела? Хорошо. Для тех наших зрителей, кто, может быть, тебя не знает, не посмотрели описание, не прогуглили, расскажи буквально в одном из двух предложениях, кто ты и чем ты занимаешься. Я занимаюсь стендапом. Я стендап комик. Все. Сколько лет ты уже занимаешься? Я в восемнадцатом году закончил московский факультет журналистики «НГУ». И с того времени очень полно. То есть я занимаюсь только стендапом. С восемнадцатого года до этого занимался стендапом эпизодически. Ты в одном из интервью говорил, что «НГУ» сравнимо с полетом в космос образование. И с Олимпиадой, да. А что это значит? Во-первых, это требует детальной подготовки. Учеба в целом это очень круто. И за четыре года, когда я учился в Московском университете, я не занимался практически ничем, кроме учебы. Просто невозможно, если ты хочешь получить хороший диплом, а я хотел бы хороший диплом получить. Потому что это единственное, наверное, образование, где я прям по-настоящему учился и очень хотел это делать. И делал это с удовольствием. Соответственно, я только учился. Поэтому это такая прикольная, четыре года, как подготовка к Олимпиаде любого спортсмена. Да, поэтому я четыре года занимался учебой, кроме учебы. И очень мне удовольны. То есть я обожаю и нашу факультет, и это образование. Это большая редкость, в принципе, для студентов, чтобы вот так вот основательно уходить только в учебу. Ну, потому что я поступил, когда мне было 34 года. Но это был очень осознанный выбор, потому что я до этого занимался телевизионным производством, разработкой сериалов, разработкой телепередач, печеньком идей разных. И даже печеньковался на первом канале с разными идеями телепередач. И понял, что мне не хватает профильного образования. То есть это драматургия, это база литературы, прежде всего. Ну, и какие-то профильные предметы. Папингу тебе это дал? Вообще. Все подряд. Вообще даже больше, чем я это дал. А ты сказал, что это образование низное, которое ты прям так основательно занимался. У тебя, может, еще до этого нас решили? До этого я получил образование в Кагановском радиотехническом университете по специальности автоматизированной системы обработки информации и управления. Но, честно говоря, я тогда играл в КВН и большей частью занимался гней. Получился я спустя рукава, поэтому закончил образование ВК. Потом были курсы повышения квалификации. Я учился в школе телевидения останки на теле радиоведущего. И вот это, получается, второе высшее или, наверное, там, факт, получается, третье образование. Ну, давай чуть более плотно поговорим про КВН, про этот период. Ты был в высшей украинской лиге? Да. Ну, это мое максимальное достижение. В КВН выступает в высшей украинской лиге. Как тебе команда? Как в целом вы работали? Как вы дошли? Какой путь у вас был? Я играл актером в составе сборной Ронсов в области, которая являлась в Тихий Дон. Моя команда была командой КВН в ритуальном студенте. Мы играли за Кагановский радиотехнический университет. И как и все крупные сборные команды, которые претендуют на такой высокий статус в КВН, они являются сборными солянками, когда выдергивают каких-то игроков с разных команд. Я вот как раз был таким персонажем. Я сыграл один раз. Понял, насколько это сложно, потому что было какое-то бесчисленное количество редактур, бесчетное количество. То есть мы как-то раз учили там, приветствия, ты учишь один раз, потом половину вырезали, авторы дописали еще, ты выучил еще раз, потом еще вырезали, еще раз дописали, ты учишь еще, потом еще, и еще, и еще. И доходило до десятой правки. То есть когда мы играли уже на игре, мне просто могли сказать, так, мы читаем приветствия в третьей правке. Или это шутка в третьей правке, это шутка в седьмой правке, а это в десятой. И надо было это запомнить, и ты просто уже не кайфуешь от своего выступления, ты пытаешься просто не сбиться, запомнить все эти шутки, и какой кусок, где в какой последовательстве. То есть это очень сложно. Ваши механические группы как-то? Ну, скорее всего, да, поэтому там очень, это просто была, в нашем случае, это была фабрика по производству какого-то материала, и вообще, потому что там администратор занимается административной частью, ищет билеты, ищет гостиницу, там, костюмер или, как я не, костюмера, реквизиторы занимаются реквизитом, ищут все это, ищут массовку, Актеры постбесконечно ректируют, и там откачивают какие-то навыки, а авторы пишут. Все. И я играл, кстати, с Женей, я сейчас могу ошибиться в фамилии, Расмешекомик, это был Зеленский и Женя Паврисов. Вот мы с ним играли в одной команде. Вы на команде сейчас не общаетесь? Ну, когда я приезжал на Расмешекомика, общаюсь, конечно. О, вспомнил, да? Ну, конечно. Прекрасно. Прежде чем ты реал, опять, к Расмешекомикам, про КВН, что тебе дал КВН, в принципе? Все. Все? Вообще все. Ну, то есть, я вообще считаю, что КВН – это прекрасная школа административной работы, потому что тебе приходится налаживать свое собственное предприятие, у тебя должны быть… И главное, если ты являешься тем самым локомотивом, который тащит целую команду, ты обязан делегировать на кого-то какие-то функции, как бы тебе ни казалось, что кто-то их выполнили плохо. Особенно тяжело бывает перфекционистам на этой позиции, потому что перфекционисты тащат все на себе и пытаются там как-то делать все самостоятельно, как и я, собственно говоря, это делал. И мне было очень тяжело делегировать какие-то полномочия. Вот. Но со временем я начал привыкать, потому что кто-то эту работу будет делать за меня. То есть у них другое видение, другое чувство. И этому чувству тоже надо доверять. Ну вот со временем я научился. Работать внутри команды? Конечно. Потому что, условно там, что… Кроме материала. Вот вы пишете шутки, там собираетесь ежедневно, да, опять же, понимаешь? Рендис пленирует в том плане, что ты каждый день ходишь на репетиции, если ты хочешь чего-то добиться, если ты хочешь расти в этой истории. Чем ближе к игре игра раз в месяц. Чем ближе к игре, тем чаще ты появляешься на репетициях, тем они более длительные. Вы пишете, пишете, пишете. Последние 3-5 дней ты просто не спишь, потому что там тебе надо сбить все эти куски, сбить эти шутки, написать номера, написать стренды, написать домашние музыкальные задания. Для всех домашних музыкальных заданий надо найти музыку, надо придумать эти номера. Надо, кроме того, придумать какую-то камбу для всех, для приветствия, если это стенд. Потом тебе надо подобрать музыкальное сопровождение, подобрать отбивки, подобрать стилистику выступления, потом развести уже это все на сцене. И это, конечно, адская работа. И мне? Да, мне очень это все нравилось делать. Я был фанатом игры в кровань. Я просто не видел себя вне КВМ. Вообще никак. Я не представлял в своей жизни, как это жить без КВМ. Для меня это была дикость вообще, что можно не играть в КВМ. Это было прям смыслом моей жизни во всех отношениях. Это единственное, что не толкало вперед. И, наверное, моя личная и, наверное, самая большая заслуга и гордость команды – это очень успешное выступление в Сочи в 2004 году. Очень хорошо выступили. И после этого так сложилось, что я уехал, а команда поменялась стилистику. Ну и той командой, которую я старательно пытался создать, как правильный студент, ее больше не стало. Говоришь, что не представлял себе жизнь без КВМ, а есть ли она жизнь без КВМ сейчас? Ну, как видишь? Да. Но это понятно. Да. Ну, что понял? Понял, что, ну, все, с КВМ пора заканчивать. Так сложилось, когда я побывал в высшего украинского юбика, было понятно, что это фабрика. Что люди работают. Для них это работа уже. Для нас, для студентов это было увлечение, смысл жизни, какая-то идеология. А здесь уже была работа. И понятно, что все эти люди, которые здесь так работают, что они не могут уезжать на 2-3 недели и приезжать обратно к семьям без денег. То есть все должны получать зарплату. Соответственно, как только ты понимаешь, что это фабрика, они должны получать зарплату, значит должно быть инвестирование, финансирование. А в Каганроге в 2004 году ничего не было. Как и сейчас. Ну, то есть там вообще ловить нечего. У нас финансировал университет. И пока нас финансировали, мы еще там немножко съездим. Где-то поиграли, что-то повыигрывали. А потом нам сказали, ребят, денег нет. Мы сделали так и народскую линтку войны для того, чтобы развиваться, ездить и выступать. Но, к сожалению, всегда так получается, что когда ты ставишь перед собой достаточно высокие цели, Большая часть людей, конечно, они эти цели с тобой на первоначальном этапе разделяют. Потому что это вау, это классно, давайте сделаем. Но за этим же стоит большой труд и очень большая самоотдача. И вот к этому как раз многие люди не готовы. Вот. И поэтому случился разлад в команде. И я уехал в команде. А в команде кто-то просто пошел в другую? Ну да, я психанул и уехал в Слеганров. Считаешь, что сейчас КВН хуже стал? Нет. Я видел недавно своих земляков из Армандира «Русскую дорогу» с прекрасной шуткой про Навального. По-моему, вообще отлично. То есть КВН иногда подает признаки жизни. То есть он иногда все-таки актуальный. Но большей частью, мне кажется, что они просто в силу того, что телевидение все больше и больше и больше зажимают в рамках цензуры, они просто трепухаются как мол. То есть они появляют какие-то признаки жизни, подают. Есть отдельные какие-то искорки, которые они себе по какой-то причине позволяют. Что делает его еще по-прежнему дышащим жанром. То есть актуальным. То есть КВН не умрет в ближайшее время? Я думаю, это напрямую зависит от цензуры на каналах. То есть если КВНщикам, ребятам, командам дать возможность говорить обо всем, что они думают, он будет супер актуальным. А дадут такую возможность? Дадут такую возможность? Думаю, нет. Ну, то есть иногда будут разрешать какие-то такие крови, чтобы они вообще не сдохли. Ну, они будут там какие-то, будут чуть-чуть искрить, подавать признаки жизни. А так, в целом, конечно, будет, наверное, ну что-то не настолько актуально, как стандарт, не настолько актуально, как андегранная культура. Потому что здесь можешь объективно говорить обо всем, если это смешно. Угу. Российская высшая лига – это тоже фабрика СПН? Как вы верили. Высшая лига КВН? Да. Конечно. То есть это не зависит от ГК. Ну, ты посмотри, да. Посмотри на результативность команд. Все команды, которые добились каких-то более-менее там хороших успехов, они все, наверное, имеют стабильное финансирование на протяжении там 3-5 лет. Как правило, они вписаны в бюджет края, области, откуда они там. То есть им дают либо какие-то очень жирные спонсоры, которые, как правило, там работают на каких-то фабриках, заводах, пароходах, либо в случае там Краснодарского края просто отписывают в бюджет края и финансируются команды. Так было с баком соучастниками, так было с утомленным солнцем в Сочи. Популярный тоже вопрос, для чего краю финансировать команду КГМ? Это статусная штука. То есть просто чтобы... Статус, да. Вот посмотрите, да. У нас, между прочим, еще суперкоронщики. И это же всегда приятно, понимаешь? Я думаю, что Ткачев, губернатор Краснодарского края, он до сих пор с огромным удовольствием смотрит на Голустяна, на Реву, думая о том, что он дал ему дорогу в жизнь. И это в некотором роде правда. Поэтому, то есть так губернатор удовлетворяет свои какие-то амбиции, и плюс это авторитет, это лицо края. Плюс они еще, выступая выше лиги, могут там как-то, ну я не знаю, популяризировать край, потому что Краснодарский край, видишь, он сейчас стал вынужденно, конечно, наверное, главным курортом страны, но тем не менее, то есть надо было как-то развивать край, и КВН, наверное, это тот самый способ, когда можно было через первый канал, через рупор КВН, вещать о том, что приезжайте к нам, мы курорки Краснодарского края. Тогда же это был рожден знаменитый слоган здесь, наверное, в Генерале, это Краснодарский край. То есть, да, вот, пожалуйста. А советовал бы сейчас студентам идти к КВН? Конечно. Ну, то есть, если, я вообще считаю, что КВН, значит, хорошая школа, если вы планируете любое производство, неважно какое. То есть, если вам нравится, не знаю, промышленное производство, фабрики или что-то, что связано с четкой и слаженной работой целого огромного коллектива, тогда, безусловно, надо идти к КВН, потому что, в КВН ты имеешь, там, определенные творческие единицы, которые пишут материалы, ты имеешь, там, музыкантов, которые пишут и поют музыку, ты блогаешь с, там, с абсолютно техническими, какими-то, там, административными ресурсами, там, реквизиторами, которые не имеют, по факту, там, отношения к творчеству. То есть, это, ну, как бы, совершенно разные люди, если вы как капитану команды или как администратору команды. Опять же, понимаешь, надо где-то взять деньги. То есть, это финансовый вопрос, это очень классная задача. То есть, мы просто бегали по каким-то магазинам, искали бабки, заходили. То есть, это расширяет, это снижает уровень твоих, как это сказать, границы дозволенного. То есть, понимаешь, зайти в магазин, попросить несколько миллионов, в любой магазин, добиться, достучаться до кого-то генерального директора. Но не каждый человек себе такое может позволить. Когда ты, как бы, вдохновем какой-то идеи, у тебя нет возможности этого не делать. Вы понимаете, что вот через месяц игра, и кроме шуток, нужны еще бабки. Да, вот вы и пишете шутки, и ищете бабки. Где угодно, там, на предприятиях, магазинах, каких-то торговых сетях, университетах. То есть, по сути, команда с университетами. Да, по сути, ты начинаешь взрослую жизнь. Взрослую жизнь, там, я не знаю, индивидуального предпринимателя или продюсера. Ты решаешь для себя впервые важнейший жизненный навык, приобретаешь. То есть, поиск денег, производство некоторого продукта, показ этого продукта на конкурентном рынке. И какой-то результат. Все. Вот тебе, пожалуйста, схема в общих чертах. И вот здесь, как раз-таки, вопрос про делегирование, чтобы не совмещать... Да, чтобы ты превратился просто в какого-то овоща, который не спит, не ест, и вообще не понимает, как живет. Надо либо набирать таких людей, которые... Либо очковывать людей среди всех, кто хочет играть в КВН. Надо находить таких, которые действительно горят, и будут делать вот... И это в том числе, потому что все должны КВН делать. Ну и, в принципе, сложно совмещать общество с административной частью, собственно, технической. Но вот, слушай, с этим сталкивается каждый КВН. Каждый, по-любому. Понимаешь? Тут нельзя говорить, что КВН умирает, потому что огромное количество, бесчисленное количество талантливейших команд, которых мы не видим. Потому что у них нет денег. И там у тебя в телевизоре спросят, Александр Васильевич, а у вас есть возможность приезжать постоянно? То есть вы классная команда. Вот нам надо, чтобы вы приезжали, кроме того, что в Москву восемь раз и оставались там, условно, на работу с редакторами еще по две недели. Нам надо, возможно, в Владивосток слетать, возможно, в Калининград там поющий КВН или еще куда-то, на Сочи фестиваль приехать. И у тебя всегда должен быть стабильный доход для того, чтобы Александр Васильевич сказал, поехали, и ты такой, конечно, поехали. У тебя должен быть финансовый ресурс, а ты должен его найти. Ну, это основная задача, которая, наверное, нужна. А плюс к этому еще и потрясающий материал. Потрясающий. Корректный. Уболит корректный. Понимаешь? Ну, сложно быть кроничатым. Ну, это классная школа, поэтому я считаю, что все, что мы имеем вот сейчас в медийном поле, это действительно, наверное, люди, которые прошли самое сложное сито. Ну, поэтому они такие, значит, алмазы, механизмы. Значит, советуем студентам идти в КВН, но можно ли совмещать КВН с учебой? Вы, получается, в МПУ ушел. У меня не получилось. У меня или и то же другое. Вот на первом образовании, пока я учился в Таганроге, я выбрал КВН. Сейчас, когда я учился на журфаке, я такой, а, так я же за это плачу. Но будет как-то глупо, понимаешь, платить и не заниматься. Поэтому я закончу и начну. Тем более я стараюсь как-то и в монологах применять то образование, которое я получил. Там есть какие-то куски про историю, куски про политику, какие-то просто размышления, в которые можно уйти. То есть я извлекаю из тех лекций, которые прослушал, коммерческую выгоду. Я просто беру какую-то интересную лекцию, стараюсь ее обработать или посмотреть на нее в сатирическом ключе. И потом, возможно, если этот монолог прошел миллиард открытых микрофонов и живых наступлений, он остается у меня. Проект расширения показора. Ну да, у всех, у всех, чем хороши стандарт комики? Тем, что они могут посмотреть на совершенно обычные вещи через призму личного опыта. Если твой опыт позволяет тебе посмотреть какие-то, не просто на взаимоотношения с девушкой, я не знаю, на то, что ты видишь в метро, или на студенческую жизнь, а как бы капнуть чуть шире, почему нет? Это же всегда круто, это твоя индивидуальность. Если ты можешь дать что-то новое зрителю, тогда ты обязан нас сделать. Хорошо, а вот в стендапе ты совмещаешь творческие с администрированием? Нет, я тоже дивидирую. В стендапе? Ну вот сейчас, слушай, в этом году все от того, что это был сложный год, который в корне все вот так поставилось ног на голову, стендап превратился для меня, по сути, в единственное средство, источник запаха. И я считал, вот я только что вернулся, у меня 12 декабря был концерт в Томске, где-то был 45-й концерт в этом году, когда я выступал один, сольный. То есть за этот год я проехал 45 городов, в которых дал сольный концерт. Большая часть этих городов мне помогает кто-то, местные комики, администратор, последние города я уже делал сам. То есть я просто к самому напрямую стендап сообществу тех комиков, которые живут и работают в этом городе. Я говорю, вот я еду, я здесь, давайте сделаем концерт в Томске, да, конечно, давай, вот наша площадка, погнали. То есть по сути ты можешь делать это и сам. То есть если у тебя хватает времени, а у тебя хватает времени, когда ты находишься в Туре, потому что в Туре ты вряд ли можешь, ну я, по крайней мере, я не могу писать в Туре, поэтому я могу посушить материал. Я пишу всегда в Москве, я возвращаюсь в Москву, остаюсь здесь там на месяц-два, пишу новый материал, старательно выкатываю это на открытых микрофонах и снова уезжаю, какой-то карман там на 10-15 городов. Потом этот материал сушу, возвращаюсь снова и вот так вот весь этот год. Год тяжелый был, сильно пандемия изменена? Я же говорил, да, то есть полностью поменялся доход. Только упал доход или что-то еще? Ну поменялся, то есть я до этого стендапом активно не зарабатывал, сейчас стендап, это единственный источник дохода. Возможно ли стендап при жеме ангаре? Нет. Что делать на самоизоляции? Писать мою материал. Просто готовиться к другому. Да. И писать какую-то чипуху, я не знаю, книжки. Ну то есть тут важно оставаться в форме в авторской, в хорошей авторской форме. Авторская форма, стендап здесь я очень часто, ну то есть сам в этом убеждаюсь, многие мои коллеги говорят, что стендап это как спорт высоких достижений, в котором тебе для того, чтобы там опередить Мартена Фуркатом на дистанции там 10-15 км в биатлоне, у стюгов должен бежать невероятно, понимаешь? Он должен просто жарить и стрелять и то есть, ну и быть просто фантастически подготовленным. Стендап то же самое. То есть тебе для того, чтобы быть актуальным, для того чтобы быть смешным, для того чтобы работать хорошо со зрителем, хорошо импровизировать, хорошо писать в целом новый материал, быть органичным на сцене, потому что тебе приходится работать же с разной кубикой. Там могут быть пьяные, там могут быть быдлы, там могут быть шальные императрицы сидеть в зале, может быть кто угодно, тебе совсем с этим надо работать. Не то, что сказать, да пошли бы в жопу. Нет, так нельзя. Надо успокоить человека, надо пошутить, надо каждый раз доказывать, что сейчас этот час, ты здесь главный. Они пришли на тебя, и ты с ними делишься нечто очень важным и ценным, что возможно в их жизни в таком момент даже больше не будет. Ты должен это каждый раз доказывать. Ты должен доказывать, что ты профессионал каждый раз. Поэтому для того, чтобы у тебя была потрясающая авторская форма, нужно постоянно ее поддерживать. Поддерживать как? Сиди и писать, все. Ну ты говоришь прямо о сознании тела на теле. Ну какие зрители там бывают, пьяные, кричащие, стал больше, кстати. Конечно. Каждый день, да. Как справляешься? Ну ты должен шутить на... Ну то есть ты должен их отбивать в шутки. На любой выгрик ты должен делать шутки. Не уходить негатив, как обычно тебе диктует твоя природа. А ты должен отшучиваться, отстреливаться. Никогда это не получается. Бывало, чтобы выводили человека? Нет. Мне, слава Богу, везло, да. Я, слава Богу, не наталкивался на... У меня была одна женщина в Феодосии, которая каждую шутку кричала не смешно. Не смешно. Ты видишь? Она даже не давала мне закончить. Не смешно. Сядь, давай погухаем. Все. Не смешно. Это не твое стандарт. То есть это... Ну... Но какое-то время ты можешь уделять ей внимание и пытаться там как-то отшучиваться. Но тебе все равно надо как-то дистанцироваться от этого тоже. То есть надо как-то... Бывают и такие, которые говорят, ребят, вот там, давай потанцевать, все, заканчивай. Сильно бьет это по тебе, потому что... А сама любила? Ну, это бьет в начале, пока ты еще слишком мягкое тело. Когда у тебя небольшое количество выступлений, когда в целом для тебя вот прям... Ой, боже, не зашла шутка. Или, бой, мне что-то выкрикнули. Потом ты как-то насрать вообще. В какой момент у тебя появилось? Ну, это просто количество выступлений. Я не знаю, полторы тысячи выступлений, и ты будешь просто толстокворен. Ладно, подходим к теме авторства, будешь совершенствовать и так далее. Как ты пишешь? Сижу и пишу. У тебя есть там, условно, несколько часов в день, когда ты садишься, все, сейчас буду писать шутку. Да, ну, типа я просто... Это есть несколько с... Ну, на мой взгляд... Ты можешь почитать джуникатор битой комедии, и работать по этой схеме. То есть там прямо напишите несколько установок, какая у вас самая болючая тема, и так далее, и так далее. А есть такой, так называемый, поток сознания приемных. Когда ты пытаешься выложить на лист все, что у тебя в голове, и не останавливаться какое-то время. То есть ты садишься и пишешь сутчик, у которого у тебя в голове. Вообще, без запятых, без точек, без правил, без исправлений. Главное писать не останавливаться. И писать так минут 15, 20, 30, 40. Желательно, чем дольше ты можешь. То есть ты сидишь и пишешь, и пишешь, и пишешь, и пишешь. И потом в процессе ты такой оп, 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 какие-то у тебя возникают такие вещи, маяки. Ты уже в силу опыта понимаешь, ну, вот это, наверное, интересно, вот это интересная мысль, вот это интересная мысль. Потом просто садишься и со всем, что актуально для тебя, начинаешь работать. И уже начинаешь разговаривать на эту тему на языке шуток. То есть ты пытаешься из этого вслепить. Что-то получается, что-то не получается. То есть, ну, обычно, когда я пытаюсь вписаться, есть какой-то тем, ну, у меня, по крайней мере. То есть я вот приезжаю из гастроля натуры, и вот сейчас я как раз пытаюсь вписаться. То есть это не означает, что у меня прям сразу пойдут какие-то нормальные шутки. Нет. Скорее всего придется потратить две недели на то, чтобы прям войти в это состояние. Ну и прям ежедневная работа. То есть ты, я сажусь каждое утро, там, словно, упиваю чашку кофе и начинаю писать просто. Все, все равно, которое у меня в голове. Или беру заметки, которые я в телефоне постоянно делаю, с наклюком какие-то наслышки. Пытаюсь из них уже сделать какие-то, ну, что-то похожее на репризу. Потом, если я хожу на микрофоны, то есть это я делаю до обеда, а потом обед я иду, там, я не знаю, на пробежку, на прогулку, потому что свежий приток воздуха, он тебе дает новый толчок такой, хороший пинок. Потому что у тебя, не знаю, у любого человека, наверное, ты даже сейчас мы с тобой сидим разговариваем, ты встанешь, пройдешься, у тебя появятся новые мысли, если до этого мы там пытались разгонять какой-то материал. То есть мне на ногах легче разгонять. Вот, соответственно, я посидел, поупражнялся, потом встал, пошел, погулял или побегал, и прям набегу, либо бегу, начитываю на диптофон что-то, либо если я иду могу что-то записать, потом сажусь и начинаю забивать уже вечернее выступление. То есть я там часа два еще работаю с тем, что я вчера прочитал, то есть я слушаю вчерашнее выступление, накидывал оттуда воду, оставляя то, где была какая-то реакция. Если реакция была недостаточная, я пытаюсь дожать это выступление, плюс пытаюсь вкидывать вот в то, что уже работает, все то, что совсем свежее. Просто бывает, проверяет просто заход. Ну, типа, там нет шутки, ты просто пытаешься понять, эта тема вообще близка в аудитории, она не интересна. Если есть какая-то реакция, какое-то жужжание, ты понимаешь, что заезд нормальный, можно работать дальше, можно писать шутки. Дальше ты берешь заезд и начинаешь на него накидывать материал. И так каждый день. Когда я сказал, что пишешь, ты сделал так и пальцем. Ты на компьютере пишешь? Да, я на компьютере пишу. И так удобнее, да, чем? Ну да, я очень хорошо, очень быстро печатаю, как-то, с легким методом, поэтому я пишу так. Хорошо, учился где-то комедии? То есть ты уже читал библию комедии, да? Да. Несколько раз, два или три. Чего вы делали книги? Гардин какая-то, я не помню, как она называется, или что-то еще. Ну, мне кажется, тут еще важно, знаешь, ты, когда делаешь ремонт, ты пытаешься как можно больше смотреть других ремонтов. Здесь то же самое. То есть есть такой, мне кажется, термин «насмотримость». То есть ты, когда пишешь стендап, тебе надо обязательно, и у каванщиков то же самое. Тебе надо обязательно смотреть стендапы, чужие, неважно какие. Как формулируют заезд, где панчи, какая плотность шуток, к чему комик ведет, где генеральная мысль, условно какие делает карманы. То есть мне в этом отношении нравится Билдер, потому что у него, ну, по крайней мере, последний стендап «Бумажный тигр». Ну, он действительно «Бумажный тигр», потому что у него там, по-моему, за часовой концерт три темы. Феминизм, роботы и как бы нагонялся мат. То есть он висит в теме 20 с лишним минут. Ну, да, получается 20, да? 20 минут в одной теме. То есть он делает какие-то там ретроспективы, куда посмотрел, куда посмотрел, как это было раньше, как это сейчас, какие могут быть еще варианты, еще. То есть у него одна тема сопровождается невероятным количеством разных отсылок, каких-то мыслей. Вот я считаю, что он бог, наверное, в том плане, как он работает с материалом. То есть для тебя как пример, да? Ну да, то есть, ну, это, то есть, когда человек в 20 минут висит в одной теме, конечно, это невероятная какая-то работа над текстом. Когда я спрашиваю, кого из комиков смотрят, как правило, мне отвечают на два лагеря делится. Одни говорят, мы смотрим как можно больше стендапа, по-российски, по-зарубежному, чтобы знать, там, и дай бог не повторить чужие-то шутки. А кто-то говорит, я вообще не смотрю стендапа, как раз таки, чтобы не повторить чужие шутки бессознательно. Ты вот говоришь, что важная осмотренность. Не боишься, что ты чью-то шутку случайно выдаешь? Нет. Почему? Ну, потому что это же не КЛН. У тебя, если ты напишешь шутку, которая будет касаться только тебя, вряд ли кто-то возьмет. Она будет не смешна в органике твоей. Условно, если я, я не знаю, возьму шутку Лёни Кулакова, она не сработает у меня. Ровно как и если он у меня возьмет шутку, она тоже не сработает. Потому что все же пишут через свой личный опыт. Опять же, очень важно, мне кажется, и зритель это всегда чувствует. Опять же, когда я был в открытом микрофоне, мне Юля Ахмедова это говорила, что зритель смотрит не за, следит не за шутками. Он следит за эмоциями. Поэтому у тебя будут работать только тот материал, на который ты лично откликаешься. Который тебя раздражает, в хорошем смысле. На который ты рефлексируешь, который тебя возмущает. Возмущение, эмоция, это и есть стендарт. Ты возьми любого деда, который начинает костерить бабку, на чем свет стоит. Это всегда смешно. Даже если он туда не вставляет шутки. Вот это, наверное, и есть, условно, тот прием, который используется в стендапе. То есть ты можешь брать свое раздражение, будь то твоя девушка, она делает тебе какие-то замечания, конфликт с кем-то. Твоя рефлексия по поводу того, что в целом в стране происходит. Или твоя рефлексия по поводу того, я не знаю, как тебя раздражает, что тротуары посыпают солью и все превращается в жижу. Любая рефлексия. То, что тебя действительно раздражает. Зрительно это будет откликаться, потому что он будет видеть. А, его это действительно бесит, его это трогает. И они сидят и охотно поддаются, перенимают твое состояние. Заходы ты именно так ищешь. Ну, да. То есть я поэтому и пытаюсь висеть, условно, в каких-то потоке сознания, потому что я таким образом груживаю темы, на которые я охотно раздражаюсь. Отлично. Открытие микрофона ты упомянул. Скажи, в каком моменте ты захотел пойти в этот открытый микрофон, как ты туда попал? Я пару раз попробовал сделать стендап-фестиваль в МГУ. Собрались такие очень прикольные, талантливые ребята. Они хорошо прошли. Появился какой-то материал, который мы готовили к этому фестивалю. Потом я парочку раз еще сходил на какие-то открытые микрофоны. На каком-то очень удачно выступил. Меня пригласили на Украину в «Васмеши комика». Там я, к сожалению, выступил плохо. Но, тем не менее, этот монолог с небольшими правками как раз и появился открытый микрофон. Они говорят, о, слушай, отлично выступление, приходи на фестиваль. Может быть, получится. И все. То есть я пришел на фестиваль, для меня фестиваль был конечной целью. То есть, когда у тебя один монолог, там сколько-то, 4-5 минут, то я не рассчитывал на участие в сезоне, на какую-то победу или еще на что-то. То есть у меня был монолог. Ну и выступление на фестивале для меня тоже было конечной целью. Прийти хорошо выступить и достаточно. Меня взяли в сезонное объявление. Я такой, ну ладно, окей. Потом я выступил хорошо на первом этапе. Меня взяли в команду. Юлька взяла отлично, спасибо. Я такой, ну надо писать второй монолог и третий. Вау, а у меня тут сессия, понимаешь, ну летняя. Ну и все, пришлось как-то все это дело совмещать очень. Сессия была в итоге проигнорирована. Да. Но я с трудом писался, признаюсь, эти два монолога. Что-то из этого так очень, очень тяжело выкристаллизовывалось. И поэтому второй монолог у меня был гораздо хуже, чем первый. Потому что он писался на нерве. Он писался в таопяк. И потом надо было сдать еще сразу второй монолог. То есть два сразу надо было сдать. Там второй, третий этап снимается с небольшим промежутком. Там не будет времени написать. И поэтому я на втором этапе слетел. Совершенно заслуженно. Но прекрасная школа. Я пообщался вот с хорошими ребятами. Ну и вот понял, что сейчас я закончу то, что я начал. То есть обучение. А потом дого пожаловать. Ну вот, в общем, так взаимодействовали всегда. Ты пишешь материалы, выступаешь на открытых микрофонах. И периодически в ней что-то скидываешь. Ну уже видео. Она тебе говорит, вот здесь чуть заезд поменяем. Вот здесь, не знаю, сделай по общей мысль. Вот, например, вот так. Или вот так. Ну то есть есть какая-то обратная связь. Она очень какие-то отдельные вещи говорит. Очень хорошо работает. После проекта не осталось контактов с у меня? Периодически это не заезд? Как дела? Ну это как-то нелепо. Ну это же что? Привет, как дела? Ну скажем, хорошо. Ну что-то не надо. Ничего. Просто узнать, как дела. Ну что за глупости? Ну то есть взрослые же люди. То есть если ты что-то пишешь, значит тебе что-то надо. Вот. Сейчас видишь заход? Ну да. Смотрю. Что тебе дало проект? Перезагрузка, наверное. Потому что для меня было важно на широкую аудиторию заявиться, что я люблю комедию, я комедией занимаюсь и что я в этом деле очень давно. Вот, наверное, здесь широкий зритель такие, вау, это неплохо, то что он делает. Смешно, прикольно. Мы, возможно, с радостью посмотрим тебя еще в разу. Вот. Ну, ты точно отвечаешь, что тебе КВН дал все, как микрофон дал перезагрузку, а смешно фон не направит? Что тебе дало? Ну ничего. Ничего совершенно. Как это получилось, ты сказал, что тебя отдали Василию? Да, потому что они выбирают юнитов везде. Юнит – это человек, который выступает на профессиональном ресторане. У нас в Москве есть девушка, я не знаю, она еще занимается этим, перестала заниматься, которая ходит на открытые микрофоны и в преддверии съемочного сезона «Расмеши комика» она там записывает каких-то наиболее прикольных чуваков, которые хорошо выступают на микрофонах и приглашают их на Украину, и все. Как считаешь, что они будут участвовать? Да потому что мало опыта. Слушай, это был мой первый и единственный монолог. То есть я до этого с монологами выступал только в капитанских комплексах, а это было вот еще 700 лет назад, понимаешь, студенческих. Понятно, что дело, мало опыта. Поэтому там еще раз, знаешь, награжируешь там, я не знаю, недостаточно уверен в своем материале, сейчас-то понятно, я бы уже как-то как-то лихо сбился, понимаешь, я бы уже смотрел по реакции, я бы мог, наверное, сейчас уже менять выступление в процессе. Ты бы, а, вот это вам не подходит, да? Ну, например, вот это что-то. То есть это вот уже опыт, когда ты можешь на ходу пересобираться. То есть не только лупишь по тому заученному тексту, который у тебя есть, а когда у тебя уже, ну, как бы, много материалов. Ты такой, сейчас, секундочку, это попробуем вот этот. А, вкопила, да? Давайте на эту тему попробуем еще вам накидать. Ну, это просто отсутствие опыта, вот и все. Ну, в целом это классно, потому что ты приезжаешь куда-то, едешь, смотришь на других комиков, знакомишься с другими ребятами, смотришь, что они делают. Вообще, в целом, любая поездка на любой фестиваль. Ну, то есть фестиваль ПВН или стендап. Даже самый беспонтовый какой-нибудь, знаешь, я не знаю даже в каком городе. В самом плохом городе, маленький стендап фестиваль, где 3-4-5 комиков. Если ты мимо, заедь, выступи, посмотри. Может быть, что-то там, с кем-то познакомишься. То есть я для себя понял, что стендап этим и хорош, тем, что ты знакомишься с людьми, встречаются, на мой взгляд, потрясающие люди среди зрителей, среди организаторов, среди владельцев площадок. Ты с ними со всеми можешь контактировать, узнавать, как в них дела, в целом понимать, как, чем живет этот город. Из этого, опять же, может появляться любой материал, ты можешь слышать какие-то истории, какая-то у тебя появляется рефлексия. То есть, ну, в целом это очень важно. Это главная, наверное, составляющая стендапа, когда ты общаешься с людьми, это же разговорный жанр. Они тебе передают какую-то информацию, что ты передаешь им ты. В целом это очень круто. Я не знаю, у меня было несколько таких хороших концертов, когда там в Геленджике был один концерт, в Нижендагире был хороший концерт. В Томске, ну, я не хочу обидеть там любые другие города, где я выступал, но есть города, где по какой-то причине оставались все зрители, мы оставались все в зале, и дальше мы еще обсуждали материал, накидывали друг другу какие-то шутки. То есть вот это настроение, которое во время концерта могло в баре существовать, оно никуда не улетает. То есть люди, если им по кайфу, они остаются и начинают, ну, типа, блин, час, час 15, маловато, давайте еще поржем. И это все продолжается, это прекрасно. Ну, ты, говоря о материале и о телепроектах, нельзя не упомянуть, особенно для тех зрителей, которые сейчас пытаются понять, тот ли это роман или нет, гуглик может быть. Скажи, вот, как ты считаешь, то, что ты участник телепроекта Дом 2 был очень много лет назад, ну сколько, 13 лет? То есть я бы знаю. Очень много лет назад был. Это твое проклятие сейчас или это твоя фишка? У каждого есть, нет, я не могу сказать ни проклятия, ни фишка. У каждого есть свой бэкграунд. Там кто-то говорит, что я приехал из Адыгеи. Кто-то говорит, что я открытый гей. Кто-то говорит, что я порнозвезда. Кто-то говорит, что я был на телепроекте Дом 2. Это просто твой бэкграунд. То есть и ты уже через эту призму, в том числе, можешь рассматривать тот материал, который ты пишешь. На плане бэкграунда, в общем. Да, то есть, ну, всегда интересно смотреть на человека с опытом. Почему, допустим, мне кажется, ну, не мне кажется, почему в Америке не очень любят молодых комиков? Потому что у них нет бэкграунда. Они очень мало отложили. У них не такой жизненный опыт. Опять же, буисики рассказывают про то, как он растит дочерей. Ну, у тебя, как минимум, должен быть брак. Рано или поздно этот брак закончился. Плюс он растит двух дочерей. Больше не целая жизнь прошла. У него есть какой-то опыт. И человек, который с этим опытом, его интересно слушать. Даже если ты очень маленький. Потому что у него есть какой-то опыт. Он для тебя как кладезь каких-то знаний, которых у тебя нет. И поэтому интересно. И поэтому любого интересно послушать. Кто приехал из Адыгеи, кто был на НОБИФА и говорит, бля, ребята, не ходите туда, пожалуйста. Такой кау, бля, не столько вам всю жизнь. Вот месседж моих выступлений. Отчасти, когда они касались. Все. Сейчас ты бы не пошел, условно? Сейчас нет, ни за что. А если бы у тебя... Потрясающий вопрос. Если бы была возможность вернуться в прошлое и так далее, пошел бы? Слушай, надо знать... Как это? Знал, дубри, жил тут в Сочи. Надо знать, типа, что будет потом. На тот момент я понимал, что развитие вот дальше в этом городе не получится. Надо уезжать. Я не знаю. Слушай, это такой вопрос, это 50 на 50. Понимаешь? Ну, типа, хорошо это или плохо это? Бесполезно. Это есть. И с этим надо работать. И я вот к этому так отношусь. Типа, это не хорошо, не плохо. Ну, так случилось. Все. Мы вот это имеем. На это самое правое. Ну, да. То есть, типа, ну, хорошо это плохо. Мне сейчас хорошо осознавать, что у меня этот опыт есть. Я вижу людей на концертах, которые меня видели и в качестве комика, и в качестве хомяка. И они такие, блин, ну, это прикольно. Ну, то есть, в целом, они не испытывают ко мне никакой агрессии. И после концерта они понимают, блин, он классный. Типа, да, мы его видели. Там было что-то не очень, или наоборот, что-то хорошо. А сейчас мы посмотрели, пришли на его концерт, и он отличный комик. Все в порядке. То есть, важно даже не то, что ты делал, где ты был, а какой продукт ты предлагаешь сейчас. Вот это важно. То есть, когда они тебя видят живьем, когда ты им показываешь результат своей работы, и люди, блин, претензий нет, все отлично. Или когда, в основном, ты там, считаешь, что ты на этой отрыжке дома-два можешь ехать всю жизнь, как бы эксплуатировать его. То есть, ну, тогда нет, тогда ты действительно что-то, братан, не туда прошел. Ну, то есть, ну, тут уже, да, не процитировать. Да, конечно. То есть, это очень важно. То есть, у всех есть, знаешь, как у американских всех этих богатеев есть такое правило. А это, по-моему, Гейдерфорд сказал, что никто никогда не расскажет вам, как он заработал свой первый миллион. То есть, у всех есть скелеты и шкафов. Мой скелет, он вот такой. Вовсе не знаю. То есть, у тебя нет какого-то ощущения того, что ты заложник образа своего как-то участия? Нет, мне нравится то, что этот образ меняется, мне нравится то, что я работаю над этим, мне нравится, что на концерты приходят люди, и мне нравится, что с концертов люди... То есть, они приходят все равно, конечно, потому что они меня где-то видели, но уходят с твердым ощущением, что он классный комик. Нам было смешно. И они стараются под всеми афишами писать комментарии, я их сам прошу об этом, пожалуйста, напишите, потому что для меня это очень важно. Мне важно сообщать людям, что, типа, Лёва, вы... Ну, не пожалеете, если вы придете, для меня это важно. Мне пишут комментарии, я им за это очень благодарю. Чтобы тоже те, кто будет смотреть этот разговор, пошли, может быть, на себя, можешь рассказать, о чем ты в целом шутишь, какие темы у тебя есть. Ну, там, знаешь, есть история, политика, интернет-сервисы, отношения к деньгам, ну, понятно, карантин, есть вид про коронавирус, и дальше отношения с девушкой. Какие девушки, что за девушка, ну, иди так. Я не знаю, слушай, я, типа, двигаюсь так, типа, я пишу, вот есть какие-то вещи, на которые мне хочется поговорить с людьми, на которые мне хочется донести. Типа, ау, вы вот это знаете, это же, блин, это классная тема, это необычно, а вы слышали какую-то тернюю. Вот. И я тебе говорю, ну да, это интересно, мы об этом не знали. Если тебе еще, тебе удается, условно, рассказать человеку новую информацию с шутками, это же вообще кайф. Ну, то есть, ты не только сообщаешь ему очевидное. Вы знаете, девушки во сне пукают. Ну, как бы, ну, окей, да, ну, а что новое? А ты, когда даешь что-то новое, еще туда пытаешься это рассказывать в плюш шутки, это класс. Или, допустим, что-то анализировать. Я считаю, что в этом, как бы, есть какой-то смысл. Мне нравится именно поэтому брать лекции какие-то и пересобирать их как стандарт. И поэтому я в последнее время очень часто пишу много про политику, про все подряд. То есть, у меня это прям как человек, который закончил журфах и раздираю просто. Поэтому, ну, иногда я понимаю, что, ну, понимаешь, невозможно читать новостную повестку дня и не расстраиваться. Ты читаешь и думаешь, ну, все пропало, ну, все, мы как бы превратимся в скот в ближайшее время. А потом ты такой, ну, ну, давайте про что, давайте посмотрим на что-то святое, ведь есть же межвечностные отношения. Я говорю, а, ну, здесь по речи все. Ну, то есть, и вот это вот жонглирование темами разными. Очень классно, когда ты еще даешь, выступаешь на длинной дистанции час или чуть больше, час 15, час 20. И когда ты пытаешься накидать зрителю все, когда ты его держишь не только, там, условно, там, понятно, будет какая-то, какая-то, какие-то рефлексии, типа, знаешь, как у Диткова, у Диткова, он же не может не шутить про то, что он без руки. Вот поэтому я не могу не шутить про то, что я был в доме 2, понимаешь, я все равно коснусь этого немножко. А дальше буду набрасывать какие-то новые темы, мне поэтому нравится, потому что это, знаешь, ну, как бы, это такая, как бы, палитра остается, это, как, знаешь, все виноделы говорят о том, что, почему вино нельзя пить просто так, или скучно пить просто так. Ты можешь его просто пить, а ты можешь попробовать его вот с этим, с розовым, или, не знаю, с сыром, вот с этим сыром, или вот с этим сыром, а вот попробуй вот это дно с улитками, или с устрицами, или вот с этими. И каждый раз у тебя во рту будет новый третий вкус, то есть у тебя есть вкус вина, у тебя есть вкус продукта, а все это вместе дает третий вкус, и вот здесь то же самое, то есть есть тема, есть хобик, и ты какой-то получаешь некое послевкусие, после того количества тем, которые на концерте были затронты, и мне хочется и думать, что человек уходит не только такой, знаешь, крепко насмеявшийся, у которого валят скулы, или вот здесь вот череп иногда валит, а у которого он такой, блин, ну мы еще кое-что новое знали. Это было интересно, в целом. Вот я за этот результат. Ты приводишь очень интересные аналогии и метафоры, в связи с чем, Вадим, твой вопрос. Много читаешь? Много читаешь? Много читаешь. Что читаешь в целом? Сейчас? Для себя, да. Так что вот заставили, а вы? Я Библию читаю, дочитываю. Извини. Мы можем говорить на тему Библии? Я понимаю, что проповедику нельзя, на тему Библии можно. Ты можешь в двух словах сказать, зачем ты это читаешь? Я считаю, что корень всех противоречий мира лежит в религиозных писаниях. Я думаю, что в целом всем религиозным мировоззрением мы обязаны конфликтом. Вот недавнее событие во Франции это мы подтверждением. То есть одни религиозные фанатики пытаются расправиться и что-то сделать. Ну то есть отчасти после этих событий я начал читать Библию для того, чтобы я читаю Ветхий Завет, Новый Завет для того, чтобы посмотреть, насколько в наших головах сформированы противоречия. Вот это меня больше всего интересует. И скорее всего после этого я начну читать какие-то другие религиозные книги. Коран, Торы какие-нибудь прочитаю. Хорошо, но не важно разделять веру и религию в плане. Да, ну церковь, наверное, церковь и Ева это разные вещи. Да, возможно. В общем, пока не заблокировали нашу трансляцию, да. И не заблокируют, но ничего плохого не было. К счастью. Вот я и вовремя решил перескать. Социальные сети. Насколько важно облику и принятие творческому человеку в 21 веке вести социальные сети? Очень важно. Это способность формировать свой личный мониторинг. Все ноги в успешной комике в данный момент, например, Серёг Горлов или, я не знаю, Денис Чужой, или кто ещё благодаря социальным сетям развился... Какая поперечность? Я думаю, нет. Он провокатов. Это провокативный... То есть мы сейчас находимся в той фазе общественного раздражения, когда провокация значит больше, чем шутка. Больше, я думаю, по поводу поперечного. То есть это провокация в каждом предложении. И он думает, что провокация, на которую реагирует зал, отрекаясь, что это шутка. Это не шутка, это реакция на провокацию. И он не стендап правится. Он провокат. Он провокат. Он блогер, наверное, правильно сказать, он блогер. Как то, что он называет стендапом, скорее всего, это часовая провокация. Но он отвечает запросам общества, запросам своей аудитории. Это тоже очень важно. Мы не можем это событие игнорировать. Это есть. У него есть аудитория, и он отвечает запросам своей аудитории. Они будут его за это любить. За то, что, как условно, там белый никогда в жизни их не скажет, не сможет. А поперечный это говорит. И за это его любят. И правильно делает. И поэтому социальные сети – это способность сформировать вокруг себя, аккумулировать тех людей, которым нравится твое творчество. И то, что ты пытаешься этим сказать. Ну, в широком смысле. Хорошо. Возвращаясь к вопросу, даже сейчас ты ведешь прямой эфир в Инстаграм. А что насчет YouTube? Ничего. Нет планов у тебя. Их миллион всегда. Их всегда миллион. Понимаешь? Я успел побывать в позиции телевизионного продюсера, режиссера, оператора, сценариста. И поэтому вот это, типа, желание иметь какое-то свое, что у тебя никогда не своруют, не заберут, оно, безусловно, присутствует в каждом человеке. И у меня тоже. Но когда ты начинаешь, и когда я начинаю, там, условно, вписываться, я понимаю, что у меня поддержание авторской формы и, как бы, желание расширять свой, там, концерт, оно по какой-то причине доминирует над темой. Я не могу ужиться с тем, что любой производственный процесс, то есть это съемка, монтаж, написание сценария и так далее, он требует скачка в сторону. Для меня, пока я не нашел такого формата, в котором я бы оставался стендап-комиком, писал, развивал, условно, свой концерт, свой материал и себя в качестве стендап-комика и при этом снимал бы что-то в YouTube, чтобы не отвлекал меня от этого. То есть я ищу вот это, ну, пересечение, чтобы, условно, там, знаешь, ну, я его почти нашел, надо просто попробовать снять, выложить и посмотреть, как будет откликаться на эту аудиторию. Примерно когда это произойдет? Ну, я знаю, может быть, в ближайшее время, скорее всего, до Нового года, потому что у меня есть куски, которые я хочу выкинуть до Нового года, потому что потом они будут неактуальны. Хорошо, будем ждать. Выступление. Вот ты много ездил уже по городам, достаточно на многих проектах выступал. Вопрос, где тебе комфортнее всего выступать, где твоя лучшая площадка для выступления? Бар. В каком-то конфетном или просто бар? Ну, просто бар. Почему? Потому что там максимально живой человек, он расслаблен. Он выпил только, он вкусно поел. Он не пытается из себя ничего корчить. И они тебе могут так же сказать, братан, прекрати кокетничать. Что за говном? Ну, то есть, ну, будь собой, будь настоящим, давай поговорим. Ну, то есть, поэтому присутствуют выступления комиков, а не нормативная лексика. Обязательно. То есть, без этого не возникает ощущение приватной беседы. Сцена тебя обязывает. Вот, я много раз слышал от пацанов, которые делают стендапы, что выступления в местных филармониях, в дворцах культуры навсегда прекратили, ну, то есть навсегда отторгает этот жанр от этих дворцов искусства. Хотя, я не считаю, что стендап это не искусство. Это, наверное, восьмое искусство. Я тоже бы считал, что на это уходит дичайшее количество времени, когда один человек заставляет плотно смеяться зрителя в течение часа. Это, наверное, искусство. Вот. Ну, то есть, бар, он располагает к живой комедии, к хорошему выступлению, к тому, что ты будешь в диалоге. Вот еще важная составляющая. Диалог. Зритель должен с тобой находиться в диалоге. Постоянно. И у него не должно быть ощущения после концерта, что он ушел, и чувак полтора часа что-то там триндел. Ну, то есть, о чем-то. То есть, ну, зритель будет, а мы-то тут, как бы, причем? Мы на стендап пришли или что-то? То есть, мы хотим поговорить с ним, узнать у него что-то. И вот это ощущение диалога, оно обязательно должно присутствовать. Я ему, проще всего, сформировать бар, потому что они вот все вот так вот близко к тебе. Может подойти у кого-то, забрать телефон, что я иногда делал. Ну, то есть, если они там снимают все время, куда-то там делать трансляцию, и, конечно, подойду, там раз, сделал звучание, два, потом подойду, заберу, как препар. Ну, то есть, ты в контакте с аудиторией, это классно. Ну, они могут тебя что-то выкрикнуть, ты должен на это ответить. Когда они сидят в концертном зале, там есть билеты по пять тысяч рублей, там самые прикольные люди, где-то на галерке, которые купили по сотке. Наверное, это самая честная твоя аудитория. А вот эти, которые купили запятак, это какие-то, какая-то элита, которые пришли для того, чтобы просто быть на каком-то событии важном в городе, в жизни города. И у тебя уже не возникает диалога. Потому что вот эти люди, которые пришли по дорогим билетам, они вряд ли тебе что-то выкрикивают, что-то отвечают. Возможно, но вряд ли. А до галерки ты не даришься. Поэтому контакт, вот этот диалог с аудиторией, он возможен лишь в баре. Поэтому я люблю бар. По сути, вот эти первые игры, это не появлялся в баре? Ни данные, которые ты видишь? Я не знаю. Понимаешь, я не выступал в концертном зале ни разу. А хочешь? Да, конечно. Но это обычно, нормально, мне кажется, в развитии любого комика расширять свою аудиторию и транслировать как можно большему числу людей свое мнение и мысли. А есть какая-то дальнейшая цель? Условно, что через 5-10 лет к чему ты стремишься? У меня был смешной случай в Соке. Там мужик ровно так и спрашивал. Не. А дальше ты чё, через 5 лет? Чё? Чё через 5 лет? Мне кажется, вот мы когда были с Андрюхой Циховским вместе, мне кажется, Циховская очень точно сформулировала, что хочет любой комик. Через любое количество лет комик нам вот это лицо свое должен собирать все большее количество людей. Расширять свою аудиторию. Ну не важно, где ты находишься. Там в России, потом может быть в Москве, потом там в России, потом ближайшие зарубежья русскоговорящие, и не знаю. Ну то есть, ну, расширять свою аудиторию, наверное, конечная цель любого. То есть твоя цель – это путь, по сути? Да, это просто цель, да, это просто бесконечное расширение своего героя. А чего-то, многое такое условно, такое контрольной точкой глобальной, быть в стендапе на ТНТ или собрать стадион, или стать популярным западным комиком, потому что такое есть у тебя или вот… Это же всегда очень такие, знаешь, вещи пластичные, потому что не бывает… Вот это типа в стендапе первенство любое, там, ты больше всех собрал, ты там, не знаю, самый популярный, ты самый смешной, оно очень эфемерное, это длится короткий момент. То есть ты вот сейчас собрал 500, 600, 1000, 2, 3, 5, 10, через какое-то время появится чувак, который соберет 15, через какое-то время появится чувак, который в интернете полтора миллиарда посмотрел, через какое-то время появится чувак, еще шире, еще шире, еще шире аудитория, у какого-то будет там дичайшим, ну то есть это бесконечно. Поэтому глупо, наверное, полагаться на какую-то конечную точку в том плане, что вот если я собрал, я не знаю, олимпийский, то это конечная точка. Нет, это не может быть конечной целью, это все равно, что я купил Феррари, и чего. Ну и он тоже купил Феррари, а через год будет новый Феррари, и ты уже будешь ездить на каком-то пуске говна в место Феррари. А потом еще пробки кругом, еще камеры, понимаешь, ну ты дурак, если ты купил Феррари. Понимаешь, каждый раз появляется новое обстоятельство, которое дискредитирует твои достижения, поэтому ты должен находиться все время, как бы быть голодным, и все время достигать путь, и есть цель. Ну как, контрольная точка, какие вещи у тебя есть, правильно? Ну, допустим, на данный момент, то есть у меня была цель написать час. Я его написал. Потом была цель, да. Была цель, это час показать там, ну, съездить по городам. Ну, она частично тоже достигнута, потому что, частично, потому что я планировал доехать до Соколина. Я жил какое-то время на Соколине, и поэтому я бы с удовольствием хотел выступить там, где я когда-то жил. Это маленький поселок Смирных, и я бы с удовольствием там выступил. Не знаю, но сейчас, походу, уже не получится, потому что там что-то я писал местным комикам, они говорят, у нас тут 20 человек, не больше в Баре. Ну, конечно, не охотаться дорогам ни при каких условиях, например, в таком сборе. А дальше цель, условно, вот как раз, понимаешь, показать, то есть написал час, написал, поездил, поездил. Все, теперь надо отдать. Отдать и писать не надо. Вот цель сейчас отдать. Отлично. И в завершении нашего разговора какой-нибудь один совет начинающим комикам, если проще можно приформулировать самому себе, когда кто-то начинал или что-то хотел бы услышать. У меня был, знаешь, у меня был очень сложный путь в том плане, что я, избегая своего страха быть оплеванным на аудитории, я слишком большой крюк сделал. То есть отчасти я сначала делал какую-то лояльную студенческую аудиторию, для того, чтобы попробовать выступать на студенческой аудитории. После того, как понял, что, в общем, у меня это неплохо получается, только после этого еще несколько выступлений начал выступать на открытых микрофонах. Надо научиться кайфовать от страха. То есть надо воспитать в себе чувства, когда твой страх не блокирует тебя выступление, а мотивирует. Но это, на мой взгляд, не сразу можно, наверное, этого добиться, но любой комик боится выступать. Всегда окажется, что ты не смешной, всегда окажется, что ты какой-то неказистный, неправильный, что ты текст гернов, что еще что-то, миллион причин, что ты вообще не подходишь для этого жанра. Подходишь, подходишь, всегда подходишь. Если у тебя эта мысль в голове есть, если ты хочешь, ты подходишь. Все, точно. Иди и обсирайся. Все. Ну, ты должен это сделать. Должен. Иначе... Ну, то есть, и тут вот как раз этот страх, который у тебя ломает голос, который тебя заставляет потеть, ты должен все равно этого страха хотеть, ну, должен хотеть этот страх испытать. Ну, то есть, потому что многим этот страх не позволяет поступать. Ну, надо как-то научиться не бороться с этим страхом, а чтобы этот страх тебе теплый, чтобы ты, он потихонечку, типа, тебе формировал новое выступление, да? Ну, и надо быть готовым к тому, что ты рано или поздно обострёшься. Это не минимум. Первый, второй, третий, пятый раз. Добро пожаловать в наш мир. Это... Либо стандарт состоит из аксёров. Тебе каждый скажет. То есть, чем больше ты обсираешься... Понимаешь, это очень... Вот еще, кстати... Хорошая мысль в том плане, что не бывает хороших выступлений без громких провалов. Потому что только экспериментируя, любой эксперимент, это риск, что будет не смешно. Как только ты что-то эдакое придумал, ты думаешь, ну, это либо просто вот в щи всех превратит, либо просто тишина будет лютая в зале. И вот это надо делать. То есть, ты все равно должен быть готов к экспериментам, без разочарований, без тишины в зале ничего не получится. Ну и надо не бояться этого, потому что стандарт-комедия, это максимально, мне кажется, дружественная среда. Как бы она ни казалась такой агрессивной, потому что ты один, ты если что-то сам написал, ты выходишь, нет никакого друга, который тут рядом с тобой стоит, и нет никакой музыки, которая тебя поддержит. Ты на один-один со зрителем. И несмотря на это, что кажется агрессивным, ну, тебя всегда поддержат. Даже если ты вышел, было не очень удачно, ну, тебя за кулисами комики скажут, братка, ну, все было нормально. Просто не бойся, вот это было хорошо, тут надо дожать, тебя тут же накидают еще каких-то шуток, постараются как-то тебя поддержать. Так что это хорошая среда, и надо смело, если хочешь заниматься стендапом, приходи заниматься. Кайфу, терцов-страктор. Отрицающий совет, друзья, у нас сегодня в гостях был Роман Третьяков, студенческая лига стендапа, Андрей Гладков, спасибо, что были с нами, смотрите другие эфиры, и приходите на живые концерты. Всем пока. Спасибо, Эмин. Спасибо. Как, давай? Отлично, по-моему. Здесь, перенечко. Я не знаю, как вам? Нормально? 50-й шуток. Перейдет, еще нет? Вроде идет, да. Да. Как его остановить? А?